Покаяние Я такая, ну, к крещению Как прийти? Ну, должен был пророк Татьяна, да, ты слышишь там? Вот я думаю, чтобы к истинному покаянию Она-то у меня была, но оно было Как бы, скажем так Миропомазание было дано Татьяна, если ты кто знает о таинствах Кто в церковь ходит, да? Там семь таинств у нас. Миропомазание, оно дается Оно было, однажды дается Как и крещение Мы же верую символ изучаем, мы читаем Верую введено крещение, то есть крещение бывает однажды Это все об этом знают Но, если, как и В канонах есть отступление Были там такие времена, например Когда язычники из-за страха Из-за болезни, эпидемии Они бежают к митрополиту Ой, покрестите нас То есть они из-за страха Крещение сказали признать неистинным Или когда человек не верует Ну, у нас же сейчас получается Здесь нет катифизации, люди приходят Священники не всегда спрашивают Веруюшь ты, а во что, в кого То есть люди веры не знают Покрестили пять минут за десять Что они там могут сказать Даже человек за десять минут может что-то узнать Он же должен изучить вот это слово Евангелие И только уверовать, кто есть Господь Иисус Христос Все это изучите только потом Как там, например, в Деянии 20-37 Что нам делать, муж и братья? Адеянь 20-38 Апостол Петр сказал им Покайтесь И докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа И получите дар святого духа То есть там нужно уверовать Чтобы уверовать, надо знать, в кого уверовать Вера-то откуда? Вера от слышания От слышания От слова Божия А, так как младенцев Подождите Сейчас Вера от слышания От слова Божия Послание Римляна 10-17 Вот О младенцах мы сейчас не говорим Мы говорим о нас Потому что мы взрослые Мы этот период прошли Я сейчас хочу поговорить О нашем крещении с вами Потому что все вы уже взрослые И у всех возраст большой И мы не знаем, сколько проживем И перед каждым предстоит смерть У нас Вот мы же не знаем Сегодня-завтра, кто вперед Иногда молодые Я от моложе всех могу вперед Даже тех, кто во старшем мире Но мне-то сейчас уже Как бы есть надежда Нет того страха, который Как он был раньше Я еще сейчас хочу Говорить, к чему Я вернусь к крещению То есть опять я хочу сказать Чтобы познать Иисуса Христа Через слово, да Но вот Если здесь смотреть, что Должен был прийти пророк Притечи То и у меня Как бы я Созношу Евангелие в своей жизни И говорю Пока не было пророка И у меня не было истинного Правильного крещения У меня получается Как бы ложное Обман То есть помочил голову-то И все А ведь сказано по канонам Что священник Который не делает Стри погружения Да будет извержен Войм отца И сына И святаго духа Аминь Но сектанты Они делают погружение Они Вот так Положение во гроб На спину Плюхаются А Господь говорит Умирал на кресте Стоя Поэтому мы Стоя Как бы умирая греху Погребаемся А как мы Погребаемся Умирая греху Как бы сходим во гроб То есть мы должны Погружаться в воду Полностью Тело должно Погружаться Как бы омываясь И потом Как бы воскресая Вот для чего Погружение А если ты стоишь На полу одетый Погружения нет Ну как бы и прощения Грехов То не было Понимаете Люди сейчас пришли Покреститься Маленьких детей крестить И то даже их не погружают Одежду на руках Обливают Это же тоже неправильно Ну в смысле Не обливают Голову А полностью Это не облили А что У нас воды нет Или у нас реки нет Вот когда Князь Владимир Приходился В реке И сам Иисус Христос Приходил Тоже Вардан заходил Воды То есть он показал Своим примером Что он пришел Исполнить закон Он говорит Я пришел исполнить А не нарушить Потому что многие говорят Одно я говорю Она говорит Ну пророк Иоанн Претечий Он не крестил Так никто не говорит Что он Крестил Духом Святым Это крестил Господь Духом Святым То есть Бог И она в крещении Она не давала Прощения грехов Она только готовила К покаянию Вот Но оно должно было Она готовила народ Чтобы народ покаялся И принял Но как тогда Иоанн Претечий Не приняли Так сейчас Многие у нас Не принимают Любого пророка А я считаю Что сейчас Господи помил Господь привел Все таки Да Не такого пророка Я думаю Что на сегодняшний момент Это очень сильный пророк Праведник Который знает Слово Божие Который любит Который живет По нему Вот миссионер Игнатий Хачилаткин Почему? Потому что ему Скоро будет В июне 80 лет Но он 50 с лишним лет Он проповедник Он миссионер Через него Тысяча людей Обратилась Православие Диктанты Разных Ну разных Направлей Там Бакутисты Яговисты И мусульмане Есть В этом Прошлый год Я например Ездила к ним Лично на Алтай Было там Крещение у них И пришла Значит одна из секты По-моему Яговистов Крещение приняла Православное В озере В трекратном положении Все как положено Законного Рукоположного Священника От нашей Патриархии Ну Ой У меня Зарубежная церковь Ну Благодатная И та и другая Она сейчас Признана благодатная И та и другая Потому что До 17-го года Единой Православной церкви Была А потом Когда вот это Всякие революции Войны И часть Православных Вынуждены Просто за границу Бежать И они там Основали свою За границей Церковь Да Но какое-то время Как бы раскол был Не признавали Благодатность А сейчас они уже Признание это есть С 72-го года По-моему Там принято решение Благодатно признается Как приниканье Был раскол Обряда веры Это было Вот Двумя Или троеперстные Или двуперстные Креститься Из-за этого Уже был большой раскол Вот А сейчас Это признано И то и другое Благодатно Вот Поэтому Креститься можно Да это чисто Внешне Оно Как знаете Их еще Он говорит Несколько Большой роль играет Сколько Все-таки Внутреннее Духовное Устроение Жизни духовной По Евангелию А как ты там Двумя Тремя будешь креститься У нас же Серафим Саровский Сергий Иерарш Жили в разное время Но один крестился Двое персоны Другой трое персоны Если например Вот у меня икона На кухне Катульки Пятеро крестятся У меня обратили икону Если там есть Серафим Саровского Кстати я на нее Очень долго смотрела Она интересно Значит написано Что он например Рубах у нее На выпуск Поясок Так носили Старобрядцы И у него В руках не чутки А лестница Вот я очень долго Но это как раз одежда У него старобрядческая Вот А он также У нас коммунизировал Лестница Лестница называется Но разницы нету Это мы сейчас Я вам не буду пояснять Пока мы сейчас Об этом не говорим Мы говорим о крещении Это внешний обряд Страна Она нисколько важна Я считаю Но хотя она Опять таки Внешне идет От внутреннего Внешне она конечно Тоже много Если мы сейчас Говорим об одежде Что мы должны Одеваться благощитиво Это понятно Но я говорю В самом большом смысле В том что Самое главное Жить по Евангелии В исполнении заповеди Да Вот я хочу сказать Когда я узнала Вот Господь послал Такого пророка Проповедника Миссионера У него Он издал 38 книг Это только в книжном варианте Которую он Миссионерские поездки 600 городов Они прошли Проходили Ездили везде Подарили Центральные библиотеки Разных стран Там и Германия Они были И Турция Ну много значит Где были И оставляли В центральных библиотеках Вот свои книги Он дарил И Путину Медведеву И Кадырову Подарил И Кадырову Должнём благодарность Он за всех молится И католическую папу И очень за многих Он молится И вот он Нет Я сейчас про поезд Миссионера говорю И говорю Он 45 лет Ну сейчас уже 47 год Был начальником Трудового детского лагеря При советской власти Именно Православного Трудового лагеря У него есть Два фильма Которые вышли О нем Значит Златоустов Петеряйский Ну его так Как бы Скажем Как это называется Ну Называли Златоустов Скажем так За веру Он в своё время сидел То есть Он исповедник За верующего Но его потом Религитировали Да Государство ему Не могло вернуть Сусому Но дали Оню Вот Только Скажем В чём вернуть В жилые помещения 220 квадратных метров Где у него сейчас Своя небольшая келья Скажем так Где он живёт Молится И проповедует И храм Где они все молятся Он создал две общины Одна в городе у них И одна Где у него родной брат Священника Служит уже тоже У них там ещё одна община Православная Что интересно У них там Деревник Где у них Не пьют Не ругается Не сквернословит Устав У них хотя небольшая деревня Я лично там была В прошлом году То есть там Все уверовавшие Христиане Живут православные И где они Принимали все Полное погружение И оно проводится Раз в году Каждый год И вот Приезжают из границы Даже к ним Принимают крещение Приезжали священники Потому что у священников У многих не было Правильного погружения То есть А только мочение головы Вот И я хочу сказать Через него Вот что значит Почему я на днях Читаю Евангелие И меня как Господь Просветил Мысли меня пронзли Чтобы познать Господа Но я твою веру Узнаю Но я к этому пришла Потому что через проповедник Это я приняла Правильное крещение То есть то Что мне не дали В свое время Они дополнили То есть Раз не было погружения Погружение было сделано Но помазание Здесь уже было Однажды Его не делается Потому что оно уже было Оно у всех вас было Если вы были крещены Когда-то Но если только Вот было мочение головы Вам нужно Это Полное погружение Принять Но дело в том Что сейчас Не один здесь священник Я ходила к нашим Где есть купели И у нас здесь купель есть И значит В Арском есть купель С священниками разговаривают Но естественно Они все Зависимые люди Они боятся На это На это они не идут И они считают И они говорят Это второе крещение Я говорю Вторым крещением Оно быть никак Не может Как оно быть вторым Если у меня первого Не было Вот если меня не погружали Ни разу Как оно может Второй раз Так ведь Если первого не было Вот если не было Первого погружения А по-моему там Правила канона Есть 84 правило Если Вы в любом возрасте У вас нет свидетелей Умерли крестные Которые были При крещении Ну крестная Мать крестная Отец Или хоть кто-то Если никто не может Вам лично засвидетельствовать Что вас полностью погружали То вы имеете По канонам По-моему 84 правило Вот это крещение Полное погружение Только вот эту часть Там Остальное все не делается Татьяна уже спит Враг На нее нагоняет Молись крестить У нас всегда Кто сядет На девачку И начинает спать У нас такое часто бывает Вот И многие Вынуждены Вот благодаря этому Кто-то делает ошибки По незнанию Ну кто-то как По разному По разным причинам И я говорю Господь дал Я так думала В последние времена Нам такого проповедника Миссионера Чтобы через него Господь же хочет Всем спастись В разуме истинно Прийти Он всем желает И те кто ищет Те кто хочет Тот находит Я думаю Я искала Я хотела И дал мне Господь Такой человек Я вышла на него Через интернет Я вышла на него В скайп Я с ним общалась Сначала через интернет Через скайп А потом уже Вот мы съездили С одной сестрой Она крестила внучку Да Еще там В сказание Приехал один татарин Который принял Крещение А вы сами знаете Когда татары Ну у них своя вера Когда и родители Все У них как же вера Нашел истинно Христиан Убей У них как бы В Коране записано И поэтому Многие боятся Потому что он рискует Своей жизнью Но он Когда уверовал Он через Игнать Тихонович Обратился Но он еще молодой У нее семья Там дети Он поехал И он вот Принял крещение Полным погружением Теперь он Христианин Как говорится И он все равно Не могу тупить Да Ну да Как бы у них Пока рано так Но хочу сказать Сейчас я немножко Вернемся Мы еще почитаем В другом месте О крещении И потом вернемся Вот Игнать Тихонович Такая книжка Он выпустил Вот эту книгу Он значит Крестному православию Составлял ее 40 лет Материал собирал Здесь разные тематики Опаски о крещении Очень много всего Обродобрития Вот я сняла Геннадию Там почитайте Да Почему нельзя бриться Почему это грех Это Все там Описывает Почитайте И значит По эту книгу Говорят Что многие Значит Богословские Берут Даже диссертацию Защищают Ну кто учится Такие там Разные священники Минополит Ну кто хочет Духовно расти Вот Даже где-то Игнать Тихонович Говорит Без его ведома Уже ее переиздали Якобы в Петербурге Сказали ему Что ходит его книга Хотя он автор Как бы они нарушили Авторские права Да А вот он сам издавал Господь помог ему Конечно Вот Благотворительность Такая Ему в общем Присылали деньги А он на эти деньги Издавал Но Он Сколько сказал 30 миллионов Что ли у него Шло Я не знаю Сколько он книг Раздарил Он же вот эти По 38 книг Ну там Они Входят Значит Вот этот Трехтомник Новый Завет Толкование Блаженов Веселак Они переиздали Значит В трех книгах Я вот этот книг У него выписывала Здесь вот Я вам сейчас покажу Гюставы Дары Раскрашенные На библейские темы Они сами Раскрашивали Вот такие Красочные Вот Очень интересно Здесь Такого издания Нигде нет Он никогда не был Они впервые Вот он очень много молился Просил Господь дал То есть Они это переиздали Дополнили Столкование Блаженов Веселак Добавили вот эти Картины Плюс раскрасили Но очень большой труд Вот у него там Наверное Тысячи репетляров Таких только было Вот И люди выписывали С разных стран Вот у него даже Сейчас Это Новый Завет Это Да Новый Завет Толкования Новый Завет Толкования Блаженов Сифилакта Я всем говорю Ищите Толкование Блаженов Сифилакта Но в ласках У нас не найдешь Как говорится Станап Прячет от людей Такую ценную книгу Вот где бы я не спросила Нету Хотя у одной сестры Я видела Издание Такое маленькое На ладошку убирается Но зависит От формата Издания Бумаги Шрифта Есть обычные Большие книги Их две То есть Два юнгелиста В одной столковании В другой книге Но если найдете Я вам советую Почитать Потому что Своим умом Мы же не можем Всегда понять Своим умом И сектанты читают Так Сейчас я хотела Вернуться Мы с вами Почитали Значит Найдите 115 Страницу От Марка Крещения Мы сейчас Вернемся чуть-чуть От Марка От Марка Первая глава Я проповедовала Говорю Так Так 115 То есть Я сама От Марка От Марки От Марки Так От Марки 30-я страница У вас что Страница какая 115 115 От Марка От Марка Нет Да? Нет И проповедовала Говоря Идет за мной Сильнее чем меня Что это? А я что-то тогда Ты сказала нам 115 Глава первая Вам-то да Так Скажи мне Евангелие тогда От Марка Глава первая Первые слова А Начало Евангелия Иисус Христа Синус Как написано От Марка Что-то я запуталась Как написано Пророка Ну как Как Вот написано Пророка Вот я как Посылала Начало Иисус Христа Сына Божия Нет Я чуть не то Потеряла Давайте От Марка Ну вот я нашла От Марка Первая глава 9-я по 11-й стих Да? И было в те дни Вот-вот-вот Вот я нашла Вот смотри От Марка Первая глава Не было в те дни Да-да-да-да Так Слушай Геннадий нашел? Да-да-да И было в те дни Пришел Иисус Из-за этого Галилейского И крестился От Иоанна Вардане И когда выходил Из воды Точесть увидела А Разверзающиеся Небеса И духа Как голубя Сходящего на него И глаз был С небес Ты, Сын мой Возлюбленный В Котором Мое благоволение Теперь Можете закрыть Я почитаю Толкование На эти небольшие слова Геннадий Они уже больше знают Ты евангельное И евангельное Мало читал Поэтому ты держи Перед собой Геннадий Будет держать Потому что Чтобы пояснение Ему будет так Лучше восприниматься 15 страниц На эти И Бог тебе Не за отпущением Не за отпущением грехов Иисус приходит К крещению Ибо греха Он не сотворил Равно И не для получения Духа Святого Ибо как Могло Иоаннову крещение Даровать Духа Когда оно не очищало Грехов Как я сказала Но и не для покаяния Идет он креститься Поелик он был Больше самого крестителя Без сомнений Для того приходит Чтобы ад Объявил о нем народу Так как Многие стекали сюда Что благоволил прийти Чтобы засвидетельствовать Перед многими Кто он Ну то есть Кто Иисус Христос А вместе для того Чтобы исполнить Всякую правду То есть Все заповеди закона Так как Послушание Крестящему пророку Как послал Младбога Было так же заповедью То Христос Исполняет и сию заповедь Дух сходит Не потому Чтобы Христос Умел нужду в этом Ибо по существу Он в нем пребывает То есть Дух Святой Господь Да Но чтобы ты знал Что и на тебя При крещении Сходит Дух Святый При сошествии Святаго Духа Точится Зречено И свидетельство